тема у нас страх как технологии управления населением так алан подключаю вас я пока подключается лан я немножечко расскажу дождем все кто подключается но неудивительно что связь барахлит алан привет еще раз 2 приветствую еще раз отлично отлично алан прям полминутки рассказываю как это все получилось дело в том что сейчас на самом деле непростая ситуация я как специалист по здоровью который ведет целые семьи да и прям кланы я бы сказала я вижу что люди пребывают в страхе у каждого свой страх кто-то боится поругается с родителями за то что они там за какую-то процедуру кто-то боится что его уволят с работы кто-то еще что-то боится кто-то боится всех и так далее и ну я в общем то как человек осознанно я понимаю что страх это по сути технологии управления населением и эта тема достаточно широко изучается алан и впервые я тебя увидела на youtube канале у малине и чему очень благодарна что ты откликнулся на мой призыв вообще сделать прямой эфир для той аудитории которая здесь в инстаграм потому что не все а бывает на youtube да не у всех есть этот источник информации и друзья я хочу попросить алан я прошу тебя вкратце рассказать пожалуйста о себе и вот в тему страха давай уйдем то есть что же почему людям а ну нежелательно испытывать страх да и как мы собственно говоря можем с этим жить дальше да меня зовут алан мамеев я живу в северной осетии собственно на общественный деятель так понятно понять не будет по поводу страха вообще все эти вещи ну как бы изучая инструменты управления обществом и страх он самодейственным ну самый действенный способ управления ведь управлять можно двумя способами либо через страх либо через любовь то есть два как бы смысле . энергии этическом наше сердце способно испытывать две эмоции но какую-то либо одну из двух либо страх либо любовь то есть либо так можно управлять обществом либо через любовь пытались и так и так но страх наверно сама дис kant и вот собственно им. Для того, чтобы человеком управлять через страх, им этот страх нужно внушить. Ну и внушают его с самого детства. Для самых таких пытливых зрителей, там, не знаю, элементарно, это вот мультик «Корпорация монстров», посмотрите. Там вот показано, как эти монстры пугали детей и питались этим страхом. И по большому счету вот есть, ну, как бы, да, нашим страхом питаются и делают так, чтобы человек генерировал этот страх. И когда общество пропитано страхом, оно соответственно начинает реализовывать всякие негативные сценарии. Ну, происходят войны, катастрофы, а это плод страха. То, чего мы боимся. Ну, это ж тоже так работает. Так, Алан, да, что-то со звуком. Да-да. Алло, слышно меня? Да-да, слышно. Похуже немножко звук стал. Я будто пытался мне позвонить по WhatsApp. Да. Я как-то увлекся уже многие годы назад. И я пытался понять, а что лежит в корне страха. Ведь можно бояться всяких маленьких вещей, но это как огромное ветвистое дерево. Я пришел к пониманию, я читал тексты умных людей, довольно древние, да, и современные тоже, что в корне любого страха лежит страх смерти. И всеми страхами, оно базируется на этом страхе смерти. И тогда, если углубляться в вопрос еще глубже, а кто боится этой смерти? Ведь если понимать, как я, например, понимаю, да, что у человека дух бессмертный, да, то тело смертное. Соответственно, страх, он всегда связан с телом. И если вы живете потребностями тела, если вы считаете, что вы это тело, то страх у вас будет неминуем. Почему вот этот материализм и все эти вещи, которые последние, ну, не знаю, там, многие годы, десятилетние, может, сотни лет навязываются людям, оно в любом случае будет связано со страхом. Когда человека убеждают, а его убеждают, что он есть тело и больше ничего, тогда страх для него естественное состояние, потому что тело пугливо. Тело боится замерзнуть, тело боится быть голодным, тело боится, я не знаю, под машину попасть, тело всего боится. Это функция защитная мозга, да, мозг должен сохранить тело. И вот, соответственно, эта функция, она, как бы этот страх, он гипертрофируется, увеличивается еще с помощью СМИ, там, массовой культуры. Человек начинает пребывать полностью только в этом страхе. Страхе за что? За свое тело. Ну, естественно, за что? За дух же вы не боитесь, да, или там за дух, еще что-то, за тело. И поэтому, если вы хотите избавиться от страха в принципе, то вам нужно понять, что в корне лежит страх смерти и как-то с этой мыслью смириться. И вы на самом деле, ну, я не знаю, я думаю, он начнет постепенно уходить. В противном случае страх это будет частью вашей... И вы всегда найдете, чего бояться. Всегда. Одни боятся уколоться, другие боятся не уколоться, а на самом деле все просто боятся за свой организм. И вот эти вот страхи, да, а к чему они приводят, вы там уже скажете, наверное, сейчас более профессионально. Ты знаешь, я бы хотела вот такое вступление немножко, то есть мы мыслим, естественно, глобально, и я хотела бы своей аудитории донести, что мыслить, ну, скажем так, одной только своей семьей небольшой, своим мирком, там, своим домом, своим двором или своим городом, это очень мелко. Но что касается страха, вот мы говорим, что мы постоянно чего-то боимся, да, и я постоянно в практике с этим сталкиваюсь. То есть ко мне приходит мамочка, например, и она боится, что у нее заболеет ребенок, он не пойдет в садик. Хорошо, мы поправляем как бы ребенка, поднимаем ему иммунитетный, естественный уровень, ребенок идет у нас в садик, потом эта мамочка начинает бояться, что ребенка будут как-то неправильно кормить в садике. Да, то есть как бы мы этот вопрос решаем. То есть, понимаешь, человек, он, в принципе, подвержен вот этому состоянию страха. И во второй очереди, я бы хотела сказать, что страх, он закисляет организм, то есть это получается такой замкнутый круг. Но все-таки первично это наши эмоции, друзья. Вот поэтому я о Ланой пригласила на эту тему поговорить, да, вот нам пишут в комментариях, что мы не овцы, чтобы нам внушить страх, это на самом деле так. И возможно сегодня многие с точки зрения здоровья посмотрят на страх, потому что получается, что человек испытывает эмоцию страха. Эта эмоция страха, она в считанные секунды переключает организм в состояние ацетоза, то есть закисленность. Человек начинает болеть, потом он снова начинает бояться, что он будет долго болеть, или он там не выздоровеет, да. То есть и получается замкнутый круг. И вот здесь нам нужно найти способ, как, собственно говоря, этого страха лишиться. Ведь, ну, более глобальные вопросы мы, наверное, думаю, не это в этом эфире, а дальше обсудим, да, то есть кто питается нашим страхом. Хотя бы тоже немножко в пульс, я бы хотела попросить тебя, Алан, чтобы ты озвучил это, потому что на самом деле это крайне важно. Нет, вот люди, если вы хотите избавиться от страха, вам нужно, я же вам говорю, сердце может генерировать два чувства, страх и любовь. Если вы перестанете, на что можно поменять страх? На любовь. Вот как только вы перестанете бояться Бога, начнете его любить, да, как только вы перестанете бояться людей, то есть начнете их любить, вы перестанете их бояться. Вы не можете одновременно испытывать страх и любовь, понимаете? Вот эту просто одну мысль уясните себе, и все станет на свои места. Вы можете либо бояться, либо любить. Если выбираете бояться, вы будете бояться. Если выбираете любить, вы будете любить. Понимаете? Если вы боитесь мир, то вы постоянно, вот как ваша мамочка, да, она будет бояться ребенка детских сапшона, боится. Она боится всего, боится. А если она переключит эту эмоцию, это просто эмоция, это функция эмоционального интеллекта. Сейчас современные психологи это называют. Эмоциональный интеллект. Вы управляете чувствами, которые вы чувствуете. Вот я вам это говорю до 200%. Вы управляете. То есть вы можете выбирать чувства. Выбирать страх, выбирать любовь, выбирать радость. выбирать никаких. Вы выбираете. Я, по крайней мере, сам переключаю, что я хочу испытывать в данный конкретный момент. Вы либо мир боитесь, и, соответственно, вы будете находить, чего бояться. Вирусов, не знаю, плохой еды, еще чего-то, еще чего-то, еще чего-то, как бы вы найдете, чего бояться. Пауков, в конце концов. А если вы, например, переключите это на состояние любить. То есть любить мир, любить людей, я не знаю, любить пауков, любить собак на улице, которых вы до этого боялись. И вы начнете по-другому жить, и вы, как бы, события в жизни у вас будут другие происходить. То есть вы выбираете чувства, которые вы чувствуете. Это не чувства с вами происходят, это вы их выбираете. И разбираться нужно, почему вы выбираете бояться, или почему вы не выбираете любить. Понимаете, вот идет собака, вы выбрали чувство ее бояться, но не выбрали чувство ее любить. А почему? Потому что в детстве, там, может, 4 года, 5 лет вам было, какая-нибудь собака гафнула, вас испугала, у вас поселился страх. И вместо того, чтобы проработать этот страх, убрать его и начать любить этих собак, вы будете их всю свою жизнь бояться вот как бы я просто призываю вас и хочу вас донести одну простую мысль что чувства которые вы испытываете это просто ваш выбор понимаете как только вы это поймете вы поймете что вы берете на себя ответственность за свою жизнь что бояться это ваш сознательный выбор раздать себе вопрос а зачем вы боитесь что это вам дает ну что это дает кроме негатива ну в основном это ничего не бог не дает даже если вы находитесь на войне и вы начинаете бояться вам говорю по личному опыту шансов выжить вас становится в разы меньше потому что страх парализует волю страх парализует даже мышцы да вот бывают как судороги аж хватаются страха вообще в разумных дозах он полезен а в больших гипертрофированных он смертелья вот поэтому любить в этом смысле гораздо такое позитивное чувство и это чувство выбираете сами на самом деле если вы будете говорить что это просто с вами что-то происходит из внешней среды это ложь это доказано современной наукой чувства мы выбираем сознательно сами вот скажи пожалуйста ты воевал да да донецк расскажи пожалуйста вот война это все-таки эмоция такая страха которая как ты вот как ты с этим пережила как ты пришел к тому что тот который ты сейчас есть потому что от тебя реальная энергия любви то есть никакой энергии ни страха не агрессии я не чувствую а вот только энергия любви как ты к этому пришел бы расскажи нет энергию любви это уже было позже а там энергия ну понимаете если вы страх не смогли свой преодолеть вам там вообще делать нечего ну это обычно сразу бывает видно там же фильтр вообще страх смерти это очень такая полезная вещь когда ты сталкиваешься в ситуации где ты сталкиваешься страхом смерти то ты многое себе узнаешь ведь и вот вся эта мишура там шелуха она быстро слетает и человеческая суть очень быстро проявляется что проявляется дух война это лучший способ пробуждения духа в человеке то есть он пробуждается либо там видно что он нет он пустой он бросает убегает ему видно это сразу бывает люди которые хотя бы какое-то первое там не знаю серьезные обстрелы любой столкновение переживают они меняются они меняются психически психологически физически духовно многие меняются да почему от войны да в них дух пробуждался очень часто там они становились какими-то духовными потом монахами не знаю деятелями там подвижниками потому что на войне это включается включается почему из-за страха смерти вот так страхом смерти есть два варианта либо бежать либо победить этот страх смерти и действовать дальше и тут возникает вопрос ради чего ты действуешь дальше из чего из какого чувства из страха и например или из любви вот советские солдаты там сейчас показывают что они типа действовали страха заград отряды но это бред они действовали из любви к родине из любви к своим семьям которые они оставили в целую понимали что если они защитят они умрут они действовали из любви хотя нам сейчас пытаются навязать что они действовали из страха. Но это ерунда, из страха невозможно. Я видел людей, которые действуют из страха, они просто, не знаю, вот так вот прячут голову, там, сорваются в окоп, и его видно не бывает. Потому что он в страхе полностью находится. Он из страха воевать не может. Подвиг из страха не совершается. Подвиг совершается из любви к людям, к преодолению, там, к родине, не знаю, еще к чему-то. И там это включается в людях как бы очень быстро. Но это жесткий такой вариант. Есть более лайковый вариант, это вот сейчас все эти практики связаны с эмоциональным интеллектом. У нас тут тренинговый центр есть, приезжают тренироваться. Я проходил их, и вот сердце, в том смысле, о котором я говорю, там открыли тренинги, там, вот два с половиной дня идет тренинг. Открыли. И я прожил эти чувства. И вот тогда я только понял, осознал совершенно точно, что мы выбираем чувства, которые мы чувствуем. И нам просто показывали, сейчас вы можете выбрать такое чувство. Пац, поднастроили тебя, еще как-то, еще как-то. И вот ты выбираешь. И так в любой ситуации, складываясь сейчас в жизни, ты понимаешь, что ты выбираешь. И тогда ты становишься хозяином своей жизни. Ты потому что выбираешь чувства, а намерение, то есть реализация потом жизненных планов, это же связано с намерением, а намерение связано с чувствами. Сейчас же много есть этих тренингов про визуализацию, вы там представляете, там себе, там у вас все хорошо происходит. И у людей это не работает. И они не понимают, почему это не работает. Потому что мне говорят главный секрет, что с намерением связан не мозг, с намерением связано сердце, чувство. Понимаете? И чувства генерируют, вот это с намерением, с вашей реальностью, в которой вы живете, вы генерируете своими чувствами, а не мыслями. Говорят, позитивное мышление. Не позитивное мышление, а позитивные чувства должны быть. То есть позитивное мышление рождает позитивные чувства. Но когда вы поймете, что они это управляют, а вы просто можете сами управлять, независимо от того, как у вас мышление. Понимаете? Генерируете. Когда вы в мир посылаете или к миру настроенную на него через любовь, например, ваше сердце, а не через страх, то и мир вам отвечает соответственно. И дает вам подтверждение этого. А как только начинаете бояться, а они же знают эти механизмы. Те, кто нами управляют, механизмы эти прекрасно знают. Они поэтому генерируют, чтобы был страх. Страх, 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 страх. Человек начинает бояться, коллективный страх рождает коллективные проблемы в обществе. Это такой замкнутый круг получает. Но опять же, эмоции страха, это же низкие вибрации, да? То есть кому они выгодны? Расскажи, пожалуйста, Алан. Давай немножко задумывай. Ну как кому выгодны? Они выгодны теми, кто нас сейчас управляет. Они нами управляют через эти эмоции. Потому что через страх управление идет. Они, те, кто сейчас при власти, они сами на очень таких низких вибрациях. И они вот этот страх, как бы они с одной стороны питаются, а с другой стороны управляют через него. Они не могут сделать так, чтобы люди их любили. Понимаете? И они выбрали, ну, как это, Пушкина, стихотворение великое. Пушкин же великим был мыслитель. «Спаситесь, мирные народы, вас не разбудит честь и клить. К чему-то стадам дары свободы. Их должно резать или стричь. Богатство их из рода в роды ермо с гремушками до бич». Вот этот бич они сейчас и применяют. Страх. В противном случае надо сделать, чтобы тебя любили. А это сложно. Проще, чтобы боялись. Но боялись это неэффективно. Понимаете? Что бы там ни говорили про Сталина, да, и как там вот это все работало, ну, идеологическая составляющая. Но они же делали, что его любили. А эти не могут сделать, чтобы их любили. Вот как так? А человек способен творить, созидать только из любви. Понимаете? Из страха вы не запустите человека в космос. Вы можете запустить человека в космос из-за любви к космосу, не знаю, к каких-то дальних горизонтов. Это любовь должна быть. У Ковалева любовь была, у Королева, к этому космическому пространству. А сейчас из страха действует. И из страха, поэтому у нас ничего не создается, ничего не творится, ничего не происходит. Потому что из страха. Особенно в России это очень сильно чувствуется. Эти технологии, они вот как-то очень сильно здесь применяются. Потому что, ну, просто это в воздухе разлито. Это прям заметно, что вот именно люди в страхе. И ты понимаешь, что даже если кто-то там год назад ничего не боялся, то сейчас он реально начинает бояться, начинает дрожать от этой эмоции страха. И причем человеку, убирающему страх, на самом деле, не важно, чего бояться. То есть он будет бояться. Конечно. Я понимаю, что там ребенок не пойдет в садик. Потом этот человек будет бояться, что ребенка будут не так как-то кормить. Потом этот человек будет бояться, что там его ребенка кто-то там в школе там куда-то выведет. Ребята, ну не водите детей в школу, в конце концов, если вы боитесь, что его кто-то куда-то там похитит. Понимаете? То есть здесь нужно радикально сейчас решать момент. То есть и на самом деле, ты знаешь, Алан, вот тебя сейчас слушают и говоришь про войну. Про то, что вот это, ну когда ты, образно говоря, смерть видишь в лицо, да? Я, конечно, не воевала, я на войне была, но у меня своя такая военная обстановка, я бы сказала, в жизни была. У меня двое непростых деток, и я каждого из них, то есть дочь у меня за 15 лет жизни дважды стояла, вот на грани жизни и смерти, то есть ей спасали жизнь. А сын у меня в полгода, то есть у нас тоже там была ситуация непростая, да? И, ну, фактически я стояла вот на грани жизни и смерти своих детей. И вот то, о чем ты говоришь, вот про трансформацию эмоций страха в эмоцию любви, я это прожила. Не на войне, конечно, но прожила это, да? А это в кризис, ну, не важно, это в кризис, отжатие-то происходит. Вот что-то вот сжимает человека, и вот у него происходит трансформация. Это жатие может быть вкусное, а может быть... То, о чем ты говоришь, я прям физически понимаю, о чем ты говоришь, потому что все эти эмоции я на самом деле прожила. Да, и сердце, оно же всегда генерирует что-то, мы все равно что-то излучаем. Мы не можем этот процесс остановить, это естественный ход. И вопрос, что мы излучаем, это уже зависит от... Это вопрос только желания. Это не каких-то там сумасшедших, там, я не знаю, практик духовных. Я говорю, меня вот так переключили, просто вот, ну, там тренинг где-то прошел. Я в этот момент, я на них просто осознал, просто осознал и почувствовал самое главное, потому что чувства невозможно понять мозгом и говорить про них невозможно. Чувства можно только пережить. Что это мой выбор. И каждый раз, когда сталкиваешься с какой-то ситуацией, я выбираю, что я должен чувствовать. Страх, агрессию, там, любовь или просто быть ровным. Ну, просто вообще ничего не испытывать. Это мой выбор. И вот это самое удивительное, что на самом деле это так и есть. И когда люди бы себе это осознали, что чувства – это всего лишь их выбор, это во-первых. И второе, что реальность, в которой они живут, это она управляется их чувствами. Тогда бы они, наверное, стали жить по-другому. Не мыслями, а чувствами. Говорят, визуализировать надо. Нет, чувства. Когда вы вкладываете чувства какие-то в пространство, оно отзывается вам событиями определенными. А если страх – бояться. Если любовь, соответственно, будет вам мир давать, что-то полезное, хорошее. Только так. Не говорят про чувства, понимаешь? Они вот, все вот эти тренинги про визуализации, про эти намерения, они все говорят про мозг. А это не мозг, это чувства. Я просто, ну, мы проверили уже, ну, на самом деле. Не работало. Визуализируешь, там, представляешь, медитация – не работает. А только чувство вложило в эмоции, сразу работает. Потому что это энергия. А энергия какая она будет в низковибрационном виде страха или в высоковибрационном виде там, это уже зависит от вас. Вы можете мир бояться, можете любить его. Вот нам сейчас даже, вот смотри, на уровне даже каком? Бойся Бога, бойся Бога, Бога боязни, то есть страх Божий прививать. Приди в любую церковь и прививай страх Божий. Никто не говорит про любовь к Богу, понимаешь? Все говорят, страх Божий. Потому что даже там, на этом уровне, они уже, как бы, воспитывают человека, генерировать страх. Понимаешь? Страх. Не любовь, а страх. А страх, чтобы вы еще понимали, вот в Древнем Риме, когда вот тербовладение было, считалось, что страх – это главное качество раба. Раба. И вот я читал там одну книгу, вот он описывал там весь Древний Рим и пример приводил. Вот будут лететь, говорит, два самолета в лобовую атаку, вот вторая мировая война. И кто, говорит, отвернет? Какой самолет? Тот, где за штурвалом, сидит раб. Потому что у раба страх смерти. У господина никогда не бывает страха смерти. Поэтому он господин. А вот тот, у кого есть страх смерти, тот будет раб. Потому что многих воинов, например, брали в плен. Ну, война идет, взяли в плен. Кто становился рабом? Тот, кто испытывает страх смерти. Потому что другое, я не хочу быть рабом, убивайте меня, ибо убивали, зачем мне это надо. Я пошел, перезагрузился, лучше еще раз где-нибудь сражусь. И они под это подделали, ну, сделали там религиозные учения, философские, и все на страхе. Понимаете? Вот все религии, которые вот сейчас у нас основная есть, она же построена на страхе. Не на любви, обратите внимание, а на страхе. Страх Божий, смирение, покаяние, страх, страх, страх. А что же, говорю, про любовь-то не говорить? Не надо, потому что человек другой будет, и общество другое будет. И как им управлять уже? Понимаешь? Понимаешь, люди, которые живут в состоянии там любви, там вот таком, на позитиве, и как ты ими будешь манипулировать? Ты должен быть таким же. Только через уважение, только через чувство там поддержки, там или еще каких-то вот таких на высоких чувствах, да? Они будут с тобой сотрудничать. А на страхе-то проще. Бей к нутам и все. Ирмо с гремушками добичь. А вот это вот все, что происходит, это частные следствия этого основного базового принципа. На страхе смерти, там, на страхе Божьем. Но главное, чтобы на страхе, не на любви. Никто вас любви к Богу не учит, к страху. Поддерживаю. Вот говорят, что батюшка всегда про любовь говорит. Вы знаете, мы сейчас не обсуждаем веры, вот. Если брать в целом про религии, то, поверьте мне, это не про любовь. Вот. Потому что, да, это все-таки... Не, ну, частные, частные случаи есть везде, везде есть там просветленные. Это никто как бы, я говорю про бот. Действительно, как структуру, как институты. Институт. Человек должен бояться. И тогда через это будешь управлять. Все. Это очень просто. А сейчас, а тему для страха подкидывать. Вот сейчас подкинули вот с этими штуками. Даже слух нельзя произносить. Банят эти ролики и каналы. Сейчас такую, завтра другую подбросят. Страх третьей мировой войны. Страх еще чего-то, страх еще чего-то. И когда мы, люди, все об этом боимся, все это представляем, это начинает происходить. Вы понимаете, в чем дело? Это плод нашего коллективного намерения. Все, что с нами происходит, это результат нашего коллективного намерения, коллективного страха. Вот это все результат этого. Потому что люди управляют своей реальностью, а те, кто вкладывает им идеи, управляют людьми. И, соответственно, реальность. В массовом таком. Через коллективное сознание и коллективное бессознатие. Да, здесь крайне важно понимать, Алан, да, я можно немножко прямо в минуту? Да. Очень важно понимать, что мы все-таки единое целое. То есть вот это коллективное сознание, это крайне-крайне важный сегодняшний день. И я вот совсем недавно писала пост у себя в Инстаграм на тему того, что очень сложно себя осознавать в едином целом, там, с каким-то бомжом или там со стариком в очереди в пятерочке, да? Но на самом деле, друзья, это так и есть. И то, насколько, ну вот по поводу, опять же, того, что мы творим реальность вокруг себя, понимаете, вот вокруг меня сейчас нет противных дедов в пятерочке. То есть даже если рядом со мной стоит, ну это стоит дедушка, которого я люблю. То есть это не противный дед, понимаете? И вот это как бы то, что мы творим в свою реальность, это действительно работы. И ты в первую очередь меняешь свое отношение к происходящему. И действительно посмотреть на все, что происходит вокруг через эмоцию любви, это очень сложно. Но это возможно. Это не сложно, это просто очень. У меня один друг есть, который вот этим занимается профессионально. Ну как профессионально? А то он говорит, ты понимаешь, мама, я вот 10 лет жил вот в состоянии такой любви, что вот люди в моем присутствии не могли материться. Ты понимаешь, вот ты представляешь, говорит, мне вот друг мой, один мой знакомый говорит, я вот при тебе его расциславил, просто я говорю, при тебе материться не могу. Вот ну не могу, говорит, у меня язык не поворачивается. Потому что это, говорит, на низы. Вот он, говорит, ну по-своему объясняет, на низах, на верхах. Я, говорит, на верхах постоянно жил, понимаешь? А сейчас, говорит, я, говорит, выхожу на улицу, вот я вижу, говорит, бомж. Я, говорит, я понимаю, что я уже на низах. Я понял, что я на низах. Я услышал где-то мат, случайно просто. Я понял, что я на низах. Это вибрации, понимаешь? Говорит, вот такие, говорит, или вот такие, говорит. Ну волны. Когда ты сам на таких высоких, оно просто в твоем мире этого нет. Тебе это не попадается. Тебе не попадаются эти люди. С тобой не происходит и событие. И как только с тобой не происходит событие, для вас на маркер, что все, вы на низах. Это вы на низах. Это не какой-то нехороший бомж там попался. Это вы на низах. И вам нужно в себе что-то поменять. И чем вы больше будете его осуждать, тем вы больше будете таких встречать. Потому что вы миру подтверждаете. Представьте, что мир – это зеркало. Вот мир – это зеркало. Он просто отражает ваши не мысли, а чувства. Вот вы думаете, а, все козлы, все мужики – козлы. Вы посылаете в мир. Мир вам что делает? Отражает. Он делает все, что вы подтвердили для себя. Да, все мужики – козлы. И в следующий раз подтвердите. Еще в следующий раз. Мир – просто зеркало. Он ничего не делает. Он просто отражает ваше внутреннее состояние. Но не мысли, а чувства. И как только вы туда будете посылать, о, там круто, как ничего себе. И постепенно мир начнет меняться. Он будет подтверждать, естественно. Но в чувствах лежит эта вся история. И человек просто не хочет. Или он не знает. Или очень часто бывает, блоки лежат в раннем детстве. Вот я же говорю, эти тренинги, которые мы проходим, ну, проходили, да, там, вот они есть, я не знаю, везде. Эмоциональный интеллект. Много сейчас денег делают. Человек переживает это. Где-то в детстве там затык бывает. Сердце заблокировано. Какой-то эмоцией, страхом чаще всего. Ну, в детстве, до пяти лет обычно что-то бывает. Ему это вытаскивают, и в нем это открывается. И тогда он понимает, что любить или бояться – это только его выбор. Это наш выбор. Это несложно. Это вот так. Просто надо один раз почувствовать. И признать это. Потому что нам всегда проще считать, что кто-то нами управляет. Это не мы. Это вот так обстоятельства сложили. Это там не я просто генерирую какой-то негатив в пространстве, он мне это подтверждает. А это вот просто мир такой плохой. Все. Мир не плохой, не хороший. Мир он просто есть. Он отражает вас. Вот какой вы такой мир. И когда человек рассказывает про свою жизнь, я просто понимаю, что у него внутри. Все. Ничего больше. Мир ужасный. Мир состояние ваше внутреннее отражает. Не более того. Так и есть в этом живом. Конечно. Мир – это зеркало, отражающее ваши чувства. Ты знаешь, Алан, я опять же немножко по практике, по своей. То есть я в принципе специализируюсь в здоровье людей. То есть я целительный, утропатный, трецолог. И интересные происходят вещи. То есть казалось бы, такой одухотворенный человек приходит, который на высоких вибрациях, как он считает. А тем не менее хронические заболевания как были, так и растут. И какой я делаю вывод, друзья. То есть вот я сейчас очень гугленно уже занимаюсь этой темой волновой медицины. То есть создать видимость и быть – это разные вещи. То есть делать вид, что ты любишь. И ты любишь действительно. Это тоже разные вещи. Сто процентов. Да, вибрации любви – это высокие вибрации. И смотрите, что происходит на физическом уровне, когда, допустим, мы падаем в вибрациях. То есть сразу происходит что? Происходит обострение хронических заболеваний. Происходит какая-то, ну, появляется симптоматика любых других заболеваний, да? И, в общем-то, понятно, что физике надо помогать иногда, когда речь идёт о, ну, таких запущенных каких-то моментах физического тела. Но начинать всегда необходимо с мышления. И я уже сейчас как специалист, к которому за дня в день приходят люди. Понимаете, у меня каждый приём – это вот буквально психотерапия. То есть мы начинаем с того, что, ну, уже, знаешь, так получается, что в моём поле люди автоматически начинают менять мышление. Они говорят, ой, Женя, я у тебя вот посидел там час на приёме, да? Так круто, так здорово, у меня прям всё хорошо, всё, я пошла дальше, я губы свернула. Вот оно, как бы, когда поток от специалиста, от человека, с которым ты рядом, идёт, ну, действительно, высоковибрационный, тогда и людям становится рядом с ним хорошо. Люди тоже начинают, ну, скажем так, обретать силы для изменения своего мышления, в первую очередь. Друзья, мышление – это очень важно. Ни одну физику невозможно поправить, если не поправлять мышление. Вот это я думаю. Да, сейчас даже проще. Сейчас есть гугл, вот у меня вот эти вот, ну, знакомые мои, вот он говорит, ну, например, у человека, говорит, болит там рука, сейчас, говорит, узнаем, что у него, говорит, с точки зрения психосоматики. И в гугл забивает, болит рука, психосоматика. И сразу выдаёт диагноз. Да. Понимаете, вы должны понять, что всё, что болит в теле, это про чувства. Вот у вас там, не знаю, болит почка. Забейте, болит почка и психосоматика. И вам сразу выдаст ваше внутреннее состояние. И изменив это внутреннее состояние, у вас почка перестанет болеть. Это всего лишь проявление психосоматики. По большому счёту, ну, не знаю, там, 90%, 80% заболеваний – это психосоматика ваша. Это всё с чувствами связано. Просто забейте, там, кто-то, кто-то болит соматика. И когда человек, знаете, вот я же много знаю, которые строят из себя, там, духовно продвинутых товарищей. Как ты говоришь, там, болеют, там, ещё что-то происходит. Они же врут, в первую очередь, в себе. Они погрузились не в любовь к миру, а в любовь к себе. Они вот в самовлюблённости пребывают. Понимаешь, я такой крутой, я, там, дыхательные эти, там, делаю, я, там, одни яблоки ем, там, сыроедцы, всё что-то. Но они это всё делают для подтверждения, как бы, знаешь, значимости себя. Там нет любви к миру. Там есть, ну, такое, знаешь, гордыня гипертрофированная. Это тоже видно бывает всегда. Да, поддерживаю. Как бы, так что психосоматика, друзья мои, просто вот проверяйте, это очень бывает полезно. А по поводу того, что настраивается на вибрацию, вот есть, ну, как это, эксперимент с метрономами, ты видела? Нет. Короче, провели там, кто-то, не знаю, китайцев, там, Нарбеков его тоже показывают. Ну, неважно, метрономы, берут два метронома. Знаете метрономы, которые качаются? Да, да, да. Ставят два метронома, они качаются несинхронно. Потом ставят три, они начинают синхронно. Туда же ставят ещё 50 разных, и через минуту они начинают качаться синхронно. И начали этот эксперимент и проверять, почему это происходит. Эксперимент с метрономами, посмотрите, в Ютубе. И так, и так, и тепловая среда, и температура, всё проверили, ничего не даёт. И показывают, что вот один метроном бывает, под который начинают синхронизироваться все метрономы остальные. И вот то же самое происходит с людьми с человеческими вибрациями. Вот они приходят, они на твои настраиваются. Как только от тебя уходят, они опять на низы съезжают, понимаешь? Они в другую сторону пошли. На низы, на низы, да, опять на низы ушли. А, кстати, ещё, знаете, сердце чем хорошо открывается? Благодарностью. Вот это тоже меня этот рост научил. Вот просто хочешь проверить в сердце, как оно открыто сейчас или закрыто, закрываешь глаза и начинаешь благодарить. Вот просто мир благодаришь. Ты же проснулся, у тебя руки, ноги есть целые, там, все живы, здоровы, кушать, есть ещё, там, дома тепло, крыша над головой. Искренне начинаешь благодарить. И ты чувствуешь, как будто сердце изнутри открывается. Чтобы изнутри открыть, благодарность, это хорошо. Просто благодаришь мир. Мы же привыкли потребительски относиться, но на самом деле войны нет как-то. Птицы поют, всё замечательно. Нам благодарность. Да, кстати, вот Варвара тут зашла к нам на эфир. Она вот тренер по открытию этого эмоционального интеллекта. Она вот тоже проходила. Отлично, Варвара, подбежите мне, пожалуйста, в директ. Давайте мы с вами тоже на эту тему садимся. Проведите с ней. Она вам профессионально расскажет, как открывать сердце. Вот она это делает просто вот, и они вот так вот. Я у неё проходил тренинг «Любить и принимать себя». Это вот чудесный просто был хороший опыт. Это вот она вот. Она, кстати, вот здесь сейчас. Варвара приветствует. Да, да, да. Хорошо, свяжусь обязательно с Варварой. Ты знаешь, Алан, хочу такую смешную историю. Ну, как рассказать? Я думаю, что это у каждой женщины происходит, когда бесит муж. Да? Да. И вот мне говорят, а как вот, ну, с чего начать? И вот про благодарность, да? То есть, когда что-то происходит, нужно просто благодарить. И, в частности, ну, у всех у нас есть муж, у мужей есть жёны. То есть, точно так же, как муж иногда раздражает, так же и жена может раздражать. Это может быть взаимно две стороны, да? И самое главное, знаешь, я в какой-то момент, после там определенного количества семейной жизни, лет семейной жизни, я стала что делать? Что бы ни происходило, какую бы я эмоцию ни испытывала, какую негативную по отношению к человеку, с которым я прожила много лет, я стала благодарить и говорить. Господи, сначала я это говорила с таким, знаешь, со стиснутыми зубами. Думаю, что Тина такая, да? Но, тем не менее, благодарю тебя. Потом мне это удавалось всё гораздо проще, гораздо быстрее. И сейчас я это говорю, ну, уже несколько лет, как бы, да, подряд, я говорю это действительно, что бы ни происходило. Я всегда говорю, с высшей силой благодарю вас за вот то, что рядом со мной такой человек. Он у меня замечает, у меня замечательные дети, то есть у меня всё хорошо. И это просто нужно, друзья, начать делать. Это вот к тому, что видимость и быть на самом деле – это разные вещи. Просто начать. Это главное искренне делать. Искренне. И главное, просто механизм, как устроен мир, поймите. Мир – это зеркало, всё отражающее ваши чувства. И всё, что с вами происходит вот сейчас, это результат чувств, которые вы чувствовали раньше. Вот вы жили там в страхе, вы это генерировали в мир. Прошло какое-то время, мир вам начал отвечать. И вы погружены опять в страхе. Вам дают возможность бояться. Вы же запрашивали страх. Мир как думает? Раз ты же генерируешь в меня страх, значит тебе не хватает страха. На тебе страха ещё больше, на ещё больше, на ещё больше. Я понимаю, что первое время – это очень странная идея, что чувства можно переключать. Вот делай с Варварой Эфиром, она профессионально расскажет, как это делать. Ну, как бы мне тяжело, про чувства всегда тяжело говорить. Я вам совершенно точно, да, вам заявляю, что чувства, которые вы испытываете – это всегда ваш выбор. Вот вы, когда, например, вот в ситуации, вы должны разозлиться, восстанавливаетесь, и вы сами для себя решаете, это момент осознанности, что я хочу сейчас испытывать – страх, либо любовь, или вообще ничего. Да, ну, в покое хочу быть, отрешённой, да. И вы реально можете себя переключать. Просто бам-бам, у вас как тумблер появляется. Любое чувство. А когда вы позитивные чувства, мир меняется. Вот Варвара – наглядный пример, как изменился мир. Она очень поздно пришла в психологию, ну, как она мне рассказывала. Как-то всё в жизни плохо было, там, вот она занялась с ним. Сначала сама проходила, потом стала людей учить, и жизнь изменилась. Просто, ну, изменилась жизнь, потому что ты другое начал транслировать в мир. И мир стал тебе давать. Мир всегда даёт. Мир всегда даёт то, чего мы, как бы, хотим из сердца. Потому что он, наши истренные желания, они идут из сердца, не из разума. Я в уме, о, я хочу Геленваген, я хочу Геленваген, там, Мерседес. А сердце боится на машине ездить, потому что когда-то в аварию попал. И никогда у тебя не будет машины. Как бы ты себе не визуализировал, там, как в фильме «Секрет» написано, там, понимаешь? Не будет работать. Чувства должны быть. Вот когда у вас чувство будет, что мне это надо, там, и вот, искренне, тогда он вам даст. Сто процентов. Управляйте своими чувствами, друзья мои. Да, у меня, знаешь, общение было с подругой. Я уже не помню, что мы там в директе общались, в Инстаграм. Она мне говорит, ну, она посмотрела мои сторисы, говорит, ну, как-то что случилось. Я говорю, ну, ничего не случилось, все нормально. Она говорит, ну, ты хотя бы посмейся. Я говорю, слушай, не хочу смеяться. Она говорит, что случилось? Я говорю, вообще ничего не случилось, я просто в балансе. То есть я просто спокойна. И вот это действительно яркий пример того, когда ты выбираешь, ну, что ты действительно сам хочешь. Хочешь ли ты смеяться? Я в тот момент не хотела смеяться, мне просто было ровно, комфортно, я была в балансе в своем внутреннем, и это мой выбор. И вот как раз таки наша жизнь... Всегда твой выбор. Всегда твой выбор. И вот эта мысль, когда у вас поселится в голове, что всегда ваш выбор. То, как вы живете, это ваш выбор. То, что вы чувствуете, это ваш выбор, осознанный причем. Тогда, но это ответственность за свою жизнь. Мы же привыкли, как большие дети жить, да, что что-то с нами происходит, кто-то с нами что-то делает, а мы как бы тут ни при чем. Мы только реагируем, там, страдаем, либо радуемся. Знаете, как это делать? Реагируем. На кнопку нажали, смеемся, на кнопку нажали, там, еще что-то делаем. Не мы выбираем, а на самом деле мы выбираем. И вот если эта мысль укоренится у вас в голове, вы поймете, как это работает, то на самом деле у вас жизнь изменится. Этих страхов не будет. Вы будете принимать, ну, болезнь, как дождь, ну, идет же дождь, что вы должны бояться, там, ну, зонтик возьмите, в конце концов. И когда страха нет, у вас высокий уровень иммунитета становится. Я вот переболел этой модной болезнью, я, честно говоря, даже не заметил. У меня просто обоняние пропало в какой-то момент, и я, о, ничего себе, и яд подхватил. Ни температуры, ну, вообще никаких других признаков не было. Потому что когда иммунитет высокий, вибрации высокие, вы все это проскакиваете налегче. А когда вы в страхе, вы это все усугубляете. Психосоматика, я вам еще раз говорю, возьмите свой диагноз, там, живот болит, и соматика. И посмотрите, что вам гугл напишет по этому поводу. И сразу вам будет подавленная агрессия, страхи, там, и целый перечень ваших эмоций, которые вы сами добровольно испытируете. И пока он сам мыслит, до общества не дойдет, ну, да, да-да. Я в тему осознанности пришла, на самом деле, через здоровье, через здоровье детей, и я уже много лет несу эту философию в массы. И она сейчас очень тесно перепитается в целом, ну, скажем, с такой глобальной осознанностью, да. И в моем понимании осознанность, в первую очередь, это, конечно же, ответственность, про которую ты говоришь, то есть взять на себя ответственность за здоровье своих детей, за здоровье себя, за здоровье своей семьи. Потому что, как у нас происходит обычно, да, мы там спихиваем, ну, вот, например, у нас там часто болеющий ребенок. И мамочки, им это очень удобно, чтобы не разбираться, чтобы не понимать процессы, какие происходят в организме ребенка, и вообще в целом не постигать эту систему. Гораздо проще там где-то антибиотиками, где-то там какими-то гормонами, да, заткнуть дырки и идти дальше. Ничего, что там в 12-15 лет ребенок начнет еще больше давать сбои, да, хромональные в организме, или, например, в 20-30 лет он сможет родить детей. А я как раз про осознанность, я как раз про то, что нужно разобраться со здоровьем и вообще иметь понимание, что, в принципе, организм человека, он самодостаточен. И точно так же, как сам человек, он самодостаточен, ему никто не нужен для управления им. Зачем управлять человеком, когда он сам может все, он сам может творить свою реальность. И вот здесь... Маленький секрет. Да, маленький секрет про больных детей, я вам скажу. Дети очень часто, скажу, что всегда, но очень часто болеют, потому что им любви не хватает. Дети, они в детстве, очень рано, там, в 2-3 года, например, он заболел, и к нему стали проявлять больше внимания, любви, окружающие, там, родители, там, не знаю, ну, просто окружающие, взрослые. И в нем закладывается шаблон в голове программы. Чтобы тебя любили, нужно болеть. Нужно болеть. Понимаете? И он начинает болеть. Он начинает себе придумывать болезни, а потом он начинает... Психосоматика, еще раз говорю. И они усугубляются. А все на самом деле, он просто любви и внимания хочет. Я вас уверяю, 70% болезней детей, они связаны с этим. Им не хватает ваших эмоций. И они видят, что когда они болеют, вы их любите, когда они не болеют, вы их не любите. Это как дрессировать собачку, понимаете? Она прыгнула, дали колбасу, не прыгнула, не дали колбасу. Все, программа заложилась, в детстве. И он будет всю жизнь болеть потом. Для того, чтобы просто добиваться таким образом вашей любви. Да, поддерживаем. Вот, Варвара написала точно. Это мне Варвара рассказала. И на самом деле, так оно и есть. Да, Варвара связывается с Варварой, да. Дети, говорит, нас тренируют. Дрессируют, говорит, нас дети, понимаешь? Им любви не хватает. Они, говорит, болеть начинают. Начинают как-то к ним больше. Вот они тренинги же проходят, родители. Она там для родителей ведет еще тренинги. И, говорит, начинают по-другому к детям относиться. Например, когда они болеют, они не болеют одинаково. Ведь надо просто одинаково относиться, чтобы у ребенка этот шаблон не заложился. То есть, одинаково, если ты холодно относишься к ребенку, тогда, когда он и болеет, тоже холодно к нему относится. Понимаешь? Не должно быть этих скачков, напряжения. Либо и там, и там люби. Либо и там, и там не люби, если тебе уже не хочется любить. Но не давай ему себя дрессировать. Потому что в нем заложится шаблон, что нужно болеть. И будет выгодно болеть. И все. Ладно. Немножко хотела затронуть более глобальную эмоцию страха. То есть, куда она нас уводит? Расскажи, пожалуйста. Куда она нас уводит? Она нас уводит на низы. На низы. На низы. Вы, когда начинаете бояться, вы вокруг начинаете находить то, чего нужно бояться. Вас начинают окружать какие-то больные люди, алкоголики, наркоманы. Не знаю. Вас будет на улицах, на машине будет ехать. Вам постоянно кто-то будет подрезать, вас срезаться. Вы будете на низах. На низких вибрациях. С соответствующими людьми вокруг. Которые точно так же, как и вы, на низах. Они будут много материться, много будут пьянствовать, много будут, я не знаю, еще что-то делать. На низах. Понимаете? А если вы хотите, не хотите на низах, вам нужно самим измениться, и вы подниметесь на другое. На верхах. Вибрации разные. И мы каждый живем на своей волне. Вот это хорошее русское выражение на одной волне. Вот когда вы на одной волне, вы встречаете таких людей на такой же волне. Когда вы на другой волне, на низкой, вы таких же будете встречать. Вокруг вас играть будет музыка, шансон. Вокруг будет много пить водки. И вокруг много будет, я не знаю, соответствующих контингентов публики находить. Потому что вы на низах. Как только вы идете на улице, вы слышали шансон какой-нибудь, знаешь, там, золотом покрытый купола, вы должны понять, что вы уже на низах. Потому что не должно быть такой. Я не слышала такой музыки, кстати. Вот сейчас ты меня прям подвинул на мысль. Что? Давно не слышала такой музыки. Конечно. А как вы ее услышите? Ты как-то ее услышишь, ты не на низах, не на этом уровне. На этот уровень спустишься? Они же нас еще искусственно на него скидывают. Вся вот эта массовая культура, да, вот эти вот всякие странные люди, которые в телевизоре пуляют, скачут и поют. Я так не смотрю, но нет, нет, они как-то проскакивают в моем поле зрения. Они все делают для того, чтобы на низах быть. Все на низах. Например, классическая музыка, она наверхать тебя поднимает. Какая-то народная музыка, да, вот это вот настоящее еще что-то. Она вот что-то одухотворенное, да, она дух включает. А эти на низах все. Вся массовая культура построена на том, чтобы человек оставался на низах. Потому что страх существует только на низах. На верхах, где дух, где душа даже, там страха нет. У духа нет страха. Страх есть у тела. И на уровне тела человека нужно удерживать постоянно. Все про тело, все про тело. У нас даже религия вот эта наша вся официальная, она вся про тело. Душу спасает. А про дух никто ничего не говорит. А дух здесь воплощается. Тело это всего лишь как бы аватар, который вот здесь, дух ваш, в это время как бы так, носит по земле, так скажем, да. А потом идет в другое место вы будете, а потом еще в какое-то другое, да. Это временное жилище. А нам навязали, что это вот просто единственное, что у нас есть. И тогда у человека страх. Страх смерти. У духа нет страха смерти, он бессмертный. А у тела есть, потому что оно конечное. И надо человеку внушить, что он только тело, и все, и вот тогда он будет бояться. Человек духа ничего не боится. Он живет предназначением. Вот знаешь, у него есть предназначение в жизни, он его должен исполнить. Все. А человек тело, он живет потребностями. И, соответственно, страхами пропитом. Так что, и опять же, это ваш выбор. Когда вы осознаете, что вы просто дух, воплощенный в теле, какой страх, чего бояться. Ну сбросили это тело, пошли дальше. А когда вы думаете, что вы только это тело, и все, что у вас это есть, ну вы будете цепляться, держаться там, пересаживать себе там почки, печень, сердце, я не знаю, что там делать. Потому что у вас будет лютый страх смерти, ужаснейший. И он будет двигателем вашей жизни. Не в лучшую сторону, кстати. Ну, естественно. Это страшная жизнь. На страхе смерти, кто живет, вот на страхах, знаете, это ужасно. Ужасно. У нас комментарии, что при всем уважении, мы явно давно не были в храмах, там именно про дух. Как ты можешь прокомментировать этот комментарий? Слушай, я не знаю, я вот в Осетии живу, у нас тут, как бы, ну, примерно представляю, у нас, ну, не знаю, про дух. Про дух у нас говорят люди, которые живут в нашей традиционной культуре. Мы, как бы, к Всевышнему обращаемся. У нас святилища есть, ну, места силы такие, они в горах находят, там, высоко, где-то вот на природе. И вот там, как бы, мы про дух. А так оно, в основном, все про тело. Все про тело. Ну, бизнес. К сожалению, сейчас стало бизнесом, большим бизнесом, это бизнес-корпорация, везде, где приходят деньги, там дух заканчивается. Иисус еще сказал, горе вам, книжники и фарисеи, сами в Царствие Небесное они идут, и других не пускают. Вот эти книжники и фарисеи, они сейчас оккупировали эту сферу. Ты знаешь, вот, дорогие друзья, вот можно вопрос мне задали? Практиковали, говорят ли мы осознанные сновидениями? Не то, что практиковали, у меня канал есть по осознанным сновидениям в этом, в Телеграме. Да, в Телеграме, друзья, встречается. Да, 1800 человек там уже практикуем. Я сегодня в сторис выложу ссылку на телеграм-канал Алан и друзья, так что присоединяйтесь. Я сама там тоже состою, да, очень интересно. Алан, подскажите, пожалуйста, про единство цифров 369, прокомментируешь? Ну, это я, честно говоря, не знаю, я не нумеролог. Но здесь, там тоже, это и есть, да, такие глубинные там всякие объяснения. Если честно, тоже вникаю в эту тему, но вот так, чтобы комментировать в эфире, конечно, не могу, друзья. Я, собственно, о чем хотела сказать, и для чего я сегодня пригласила Плана, у нас сейчас будет уже заканчиваться время. Я хотела сегодняшнему эфиру, не знаю, насколько мне удалось это сделать, сказать о том, что нам эмоции страха, собственно говоря, ни к чему. Ни к чему хорошему она не приводит. Она приводит исключительно только к нервозу, к обострению хронических болезней и к низким вибрациям. Если человек на низких вибрациях, он будет цеплять все, что угодно, начиная от подключки всяких там присосок, лярф, я не знаю, сущностей, да, и заканчивая болезнями, смерти. Поэтому повышайте свои вибрации, методов, на самом деле, для этого очень много. Подписывайтесь на Алан, у него на канале тоже очень много всяких интересных эфиров про свободу воли, про свободу духа. Алан, я благодарю тебя за то, что ты несешь в массы, благодарю тебя за то, что ты согласился сегодня выйти со мной в прямой эфир. На самом деле, это очень ценно для тех людей вот именно объединяться. И, в принципе, вот про это объединение я тоже хотела немножко сказать, потому что сейчас идет разделение общества, как раньше были антипрививочники, что касается, ну там, прививок детей, да, потому что я тоже это в свое время пришла. То есть, анти-за, вот этого не должно быть в нашем обществе. Если какой-то человек не соответствует вашим представлениям или требованиям, лично вашим, это не значит, что он плохой, это значит, что у человека это его выражение, и очень важно уважать его выбор. Вот я бы вот за это, вот этим хотела бы закончить свой эфир. Да, мне бы хотелось сказать, друзья мои, что я совершенно точно знаю и вас уверяю, что чувства, которые вы испытываете, это всегда ваш выбор. Вы выбираете чувства, а реальность, которая вокруг вас, зависит от того, какие чувства вы генерируете и посылаете в мир. Вот что вы просто проведете эксперимент, неделю или месяц, и посылаете в мир негативных чувств. Вы даже перестанете музыку шансон вокруг слышать, я вас уверяю, понимаете, и видеть вокруг себя людей, пьющих водку, например, да, ну это самый же такой низковибрационный напиток. Вот это так, и когда вы это убедитесь и поймете, что мир это всего лишь навсего зеркало, отражающие ваши чувства. Ваш мир изменится, а по поводу здоровья, я еще раз говорю, почитайте соматика. Вот там страхи, психосоматика, и вы увидите список болезней, и обязательно одну там у себя найдете. Вы поймете, что это результат ваших страхов подавленных желудок, язвенная болезнь, еще поджелудочная, там очень много, это все со страхом. Боли в ногах, опять же, да, то есть боли в ногах, гликозы, это все проблема того, что человек не чувствует себя уверенно стоящим на ногах. То есть вот она, пожалуйста, соматика. Да. Так что, друзья мои, всегда ваш выбор. А с Варварой сделайте, не пожалеете, она вам расскажет. Алан, ну и я надеюсь, что мы с тобой сделаем еще один эфир, и не один эфир. Обязательно. Свяжусь с тобой, да, тоже в WhatsApp. Спасибо большое, хорошего дня. Друзья, всех обнимаю. Да. Счастливо. Подписывайтесь на нашу Жене каналы. Спасибо. Да, счастливо, Алан.